Александр Матюшкин крепко держится за баранку уже 30 лет. Шесть из них он перевозит губкинцев на автобусах Автодорсервиса, единственного в городе предприятия общественного транспорта. Александр пришел сюда 10 лет назад. За это время наизусть запомнил каждый поворот, а многие пассажиры стали знакомыми. Довести каждого на свою остановку вовремя и безопасно – дело, требующее высокой ответственности. Справляться с ним Александру помогают не только водительский опыт и мужской характер, но и надежная техника. Автобусы хорошие, очень отличные двигатели стоят на этих автобусах. У нас вообще молодцы механики, они вовремя всегда нам подвозят запчасти, если что-то где-то. Автодорсервис перевозит горожан по двум маршрутам. Задействовано три водителя и три автобуса. Два на линии, один в резерве. Ежедневно на них проезжает порядка 400 пассажиров. За год набегает цифра в 110 тысяч человек. В пять раз больше, чем жителей в Губкинском. Рабочий день у водителей проходит так же, как и маршруты – по накатанной. Все с утра проезжаем на работу, берем путевки, проходим медика, механика. Механика смотрит автобусы, все это. Едем на заправку, едем на уже начальную свою остановку, где мы откуда начинаем маршрут. Автобусы Автодорсервиса приспособлены для перевозки маломобильных граждан. В них есть выдвижные пандусы. Салон оборудован специальными местами для инвалидов-колясочников и кнопками вызова водителя. Инвалиды – участники Великой Отечественной войны и дети-сироты имеют право на бесплатный проезд. Для всех остальных цена за билет не превышает 10 рублей. У нас есть проездные билеты месячные. То есть, для школьников, учащихся, это составляет стоимость 150 рублей. Для остальных граждан – 300 рублей. Это на месяц. Также существуют социальные проездные билеты. Стоимость их составляет 174 рубля. Это даются на месяц. Перевозить пассажиров в Губкинском – дело не только востребованное, но и сложное. Водитель должен доставить своих пассажиров в любую погоду. Мы живем в северных условиях. Не каждый день можно позволить себе, или не будет возможности запустить свой личный автомобиль, или пешком пройти в связи с климатическими условиями. Морозы бывают и сильные. Автобусы у нас выходят в любые морозы каждый день, кроме воскресенья и праздничных дней. Но перевозка пассажиров – не единственная задача автодорсервиса. В зоне ответственности предприятия – 65 километров городских дорог и 48 километров тротуаров. Зимой в очистке от снега задействовано 27 единиц техники, грейдеры, автомобили с отвалами и щетками, колесные тракторы, погрузочная техника и самосвалы. С начала года на полигон увезли 45 тысяч кубометров снега. Оценку нам дает заказчик, который заключил с нами контракт. Плюс есть служба дорожного надзора по линии ГИБДД, которая в виде, допустим, если есть какие-то незначительные недостатки, нам указывается, и мы эти все замечания устраняем в установленные сроки. Также автодорсервис отвечает за вывоз мусора. В парке предприятия – 4 КАМАЗа и 1 ЗИЛ, а также два портальных автомобиля для перевозки негабарита. Водители работают вместе с помощниками. Итого 14 сотрудников. На работу выходят ежедневно с 7 утра. Собирают мусор из микрорайонов, а также по заявкам от регионального оператора с предприятий, промзон и физических лиц. За день на свалку отправляется порядка 140 кубометров бытовых отходов и 100 кубов негабарита. Если выходной день не вывозить, так в понедельник будут все площадки завалены. Предприятия работают ежедневно и нарушения законодательства как бы не допускаем. Поставленные задачи стараемся никого не подводить, ни заказчика, ни населения, чтобы не жаловалось. Но нужно обновлять парк, приобретать еще как минимум один мусоровоз, плюс еще бульдозер на полигон. Автодорсервис в этом году отметил 18 лет со дня начала работы. В его штате 105 сотрудников. Среди них диспетчеры и водители, грейдеристы и слесари, мастера и дорожные рабочие, административно-управленческий персонал. В ноябре Автодорсервис возглавил Юрий Николаевич Ладиненко. В ближайшей перспективе есть желание расширить число маршрутов для горожан. В планах на следующий год поучаствовать в тех аукционах на пассажирской перевозке на поселок Пурпе. Городом планируется еще дополнительный один маршрут – это на дачные участки. Мы тоже будем участвовать в этом аукционе. Надеемся, что мы будем победителем. Значимость предприятия для Губкинского сложно переоценить. Содержание дорог и перевозка пассажиров, вывоз мусора и благоустройства – без всего этого город просто не смог бы нормально существовать. Содержание улиц, дорог, на мой взгляд, это даже как бы лицо города. Каждый, кто первый раз въезжает в город, в каком состоянии дороги, сразу обращают внимание и в принципе складывается общее впечатление о городе. Чем лучше мы будем работать, я думаю, что о всех гостях, которые проезжают в город, от города останутся только самые хорошие впечатления. Валерий Усманов, Михаил Марков, Данила Индюков. Новости Губкинского.